Бери, бери туда. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Яна? Да. Ой, какая же ты выросла большая. Угу. Я тебе маленькую видела. Как в школу ходить. Ну, вот уже выросла. Садись. Выросла. Да. Ну ты что, погостить приехала? Да, на пол. Яна, ну ты же не стой, садись. Ну нельзя же стоять. Как у вас дела? Какие мои дела? Слегла баба. И толку мало. Как бы бегала бы по городу бы. Садила бы. Огурчики бы. Все. А то, валяйся по кровати. С одного бока-то на другой. Вот. Поскольку я лежала в дна, Что бы я заснула? Ни грамма не заснула. Я и так ляжу, я и так. Но не спится и все. Те дни спала, а вот это вот неделя началась. Не могу днем спать. А ты как, еще школу не кончила? Еще нет. А сколько тебе еще? Еще два года. Еще два года? Да. Ага. А это самое, Данилка кончил? Да. Уже, да, закончил. А сколько это он учился? Он до одиннадцатого класса учился. Нет, она имеет в виду институт. А, институт? А вот это я не знаю. Наверное, еще нет. Еще, по-моему, не закончил. Еще, по-моему, один, по-моему, остался. Но я не знаю точно. Я не интересовалась. Все, что знаю, что он работает. Работает? Да, работает. Ну, не женился? Нет еще. Пускай еще не женится. Ну, ты имеешь в виду, женился официально или с девочкой живет? Ну, с девочкой живете, это дело ихное, как говорится. Ну, чтоб совсем жениться пока. А что дает штамп у паспорта? Расскажи, ничего. Ну, ничего. И так-то, да, волнуется. Вот сейчас смотришь, это самое, с куды. Только молодежь одна расходится. Тут запишутся, а потом расходятся. Ну, все толку. Надо выбрать хорошего, чтобы действительно был он честный. Как говорится, любил всю жизнь тебя. Вот это дело. Баба, а какого надо выбрать? С богатством или без богатства? Это уже какой попадется. Бывает, бедный, он лучше будет, как говорится, у семьи жить, чем, как говорится, богатым. Абрикоски-то ты не съела? Ой, что ты не съела. Абрикоски Яна привезла. Яна привезла? Да. Дорогие же они там. Нет. Мы там покупали, по-моему, сколько? По восемь рублей у нас в Гомеле. Ну, наверное, только так, точно так же примерно. Ну, недорого, если повозь. Ну, мы там много покупали. Мы же не брали килограмм. Мы там ездили на рынок, покупали там. Как там мама крепится? Да, все хорошо у нее. Работает сейчас? Ага, работать надо. Ну, и ты теперь выбирай специальность какую. Да, только еще не знаю, куда пойти. Думаю еще. А какую бы ты предложила? Какую бы ты предложила? Ну, каким бы начальником большим. Это, да, хорошее, конечно, но все равно сложно. Это в больницу идти. Это на врача учиться. А я ей предложила тоже на врача. Или на медсестру. Я когда в больнице лежу, мне так медсестрички нравятся. Они такие хорошенькие, симпатичные, худенькие, стройненькие. Бегают, с ними заигрывают. Вот они веселятся. Они больного веселят. Вот как-то вот движуха идет. Ну, а если врачом уже? Врачи так не будете. Ну, у врача ответственность. А у медсестры, как говорится, можно... Ну, там тоже ответственность. У вену не попадешь. Ничего, выберет хорошее специальное. Данилка ж выбрал, понравилось ему. Ну, да. Все. Данилка пошел у первая попавшая, а все равно Данилка работает не по профессии. Данилка программист, а учится на инженера. Ну, так же, Яна, я не ошиблась? Не, мне кажется, не... Он же программист. Он же работает программистом. По-моему, да. А, ну да, программист. Пока место освободится на начальника. Это да. Ну, а здоровечко твое хорошее? Да, все хорошо. Ну, конечно. Физкультура уж, как говорится, занимается еще в школе. Да. И уже нет. Нету. Есть. Теперь учиться, наверное, трудно? Нет, совсем нет. Кому-то нравится физкультура, кому-то нет. Но Яна, как всегда, освобождена, да? Нет. В первую четвертью была освобождена. Я сейчас уже занимаюсь на десятку. Ну, вот, тут уже теперь, наверное, все по-новому. Почему? Учеба. Нет, не по-новому. Почему? Твои самые все учитель. Да. Ой, я физкультуру не любила. Ой, не любила. Во-первых, у меня не было спортивного хорошего костюма. Тогда было трико за три рубля с вытянутыми коленками. Я так завидовала, у кого были красивые трико, спортивные костюмы. У меня его не было. Если в нашей бригаде царинок, наша бригада проиграет эстафету. Ну, когда эстафету вот добегаешь, мячик берешь. Если я у чьей-то была, ну, не у бригаде, а в этом, как называется? В команде. В команде. Та команда проигрывала. Я физкультуру не любила. Да. Ну, ты Яна узнала, короче. Расскажи, чья Яна дочка? Расскажи. Чья Яна дочка? Чья дочка? Да. Это самая Наташина. Наташина, правильно. Наташина дочь. А Рома, чей сын? Рома Наташин? Нет, Рома, чей сын? Рома, не Данила, а Рома, чей сын? Рома. Ну, Рома Наташин, но... Наташи... Ты забыла слово Ира? Забыла? Рома Ирин сын. Ты все попутала, баба. Рома, еще Наташа. А что Рома, Наташа? Рома, не Наташа. Яна, чья дочка? Ты моя дочка. Нет, Яна, чья дочка? Наташина. Данила, чей сын? Данила. Чей сын? Вот и Наташин. Наташин. А Рома, чей сын? Рома. Рома. Наташин. Ну как же, у Наташи только два. Данила и Яна. Рома, чей сын? Ты знаешь, что у тебя еще внучка Ира есть? Знаешь? Иру не знаешь? Иру? Чего я не знаю. Ну так Рома, чей сын? Рома, Ирин сын. Рома, Ирин? Да. Тут ты, баба, немного в ступор попала. Тут ты, баба, немного в ступор попала. Давай ноги на подушку положим. О! Ну, у Иры еще один мальчик. Рома, у Иры. У Иры один мальчик Рома. Ты просто немножко призабыла. Да, про Иру ты призабыла. Я сама Иру не видела с... А с какого я Иру не видела? А, наверное, с 29 декабря. Да, точно. Нет, потому что приезжали. Нет, она тогда нет, а в феврале нет. Иру я не видела с декабря месяца. И живем рядом. Ну, это вы виновата. Кто виноват? Что не встречаете. Кто виноват? Ну, ты, например, виновата. И сейчас на пенсии можно съездить, как говорится. Села на автобус и поехала. Так, и скажу, здрасте, Ира, я приехала. Ну, приехала, погостила там денек и назад. А мы нужны Ире? Вот я нужна Ире? Ну... Никому мы не нужны, баба Полина. Ты просто ничего не знаешь. Ну, хоть знаешь, что Яна и Данила, Наташины, дети. Хоть и это знаешь. Знаю. На, подожди. Яна, это самое. Вы что в своем доме уже живете? Да, конечно. Ты, наверное, себе на втором этаже взяла комнату. Да. Так у нас все на втором этаже. Все комнаты там. Да. Ну, именно спальня и еда. Все остальные на низу. Кухня, зал. Уже на низу. В общем, мне совсем хватает. Да. Конечно. Ну, гулять же куда ходите? Там же клубы, наверное, открыты все. Это тут, наверное, у нас некуда ходить. У меня материалы будут. Клубы. Сейчас не... Не знаю, что это. А что? Сейчас же клубы, Яна. Сейчас же, как называется, ночной клуб, да? Ну, я не знаю. Клуб стриптиз, ночной клуб, клуб караоке. Что еще есть? Не знаю. Ну, так же весь? Наверное, я не знаю. У нас ничего нет. Ну, вот у нас есть клуб Немо на берегу Сажа. Немо. Блатной такой клуб, там, где блаточи. Там, где такие крутизна, блаточи. Вот такие вот. Клуб Немо. У нас ничего нет. А, у Боровляных нету, но в центре же Минска есть. Ну да. Ну, скучать не даешь себе. Да. Вроде вы гуляете. Конечно. Конечно. Вот так я, Яна, с ней. С шестнадцати ноль ноль до двадцати трех ноль ноль. Сижу около ее. Байки ее слушаю. Порой такие байки баба расскажет, что, ого, где моя хата? Вот скажи, это ее хата? Вот ты посторонний человек, считай, тут. Вот это чья хата? Ее или не ее? Или ее привезли сюда и сбросили? Вот скажи, вот ей скажи, не мне. Это твой дом. Это ж твой дом. Моя хата эта. Да, твоя, конечно. Да нет. Вот смотри, я же ее не подговорила. Вот, вот просто сейчас в разговоре. Вот видишь, она тебе подтвердила. Этот твой дом. Ира, тут же, например, у той хаты было сразу с улицы идем, сразу был у нас калидорчик. А потом открываешь, сразу на кухню идем. А тут же, тут же в прихожей, вот почти, считай, мы у прихожей находимся. Вот это. Ой, баба, если бы твои слова добыли в реальности. Что я? Ну, признаться теперь надо мне, что это моя хата. Ну, конечно, это твоя хата. Ты в ней, ты ее построила с Петром Григорьевичем. В ней выросла я. Ты мне в ней свадьбу делала. В этом вот зале стояли столы. Свадьба была моя здесь. И ты хочешь сказать, что это не твоя хата. Ира, ты была тогда маленькая? Ей тогда вообще на свете не было. Когда ты замуж выходила? Это про тебя или про меня? Замуж выходила я. У меня тогда еще и Наташи не было, и Яны не было. У меня вообще даже еще и не было. Так, Яна, мы бабу запутали. Запутались. Бабу, скажи, идите вы к тебе не матери. Правда, баба? Не. Запутали вы меня? Нет, это баба сама виновата, как говорится. Вот слегла, так бы гость пришел, я бы угощала всем. А сейчас ничем. Ничего страшного. Проздоровать, как говорится. Днем рождения я должна всех проздравлять. А теперь у меня нету ни копейки. Мне даже у руки не дают мою пенсию. Сразу берут, как говорится, между собой разделят там поскольку, я не знаю. И все. А у руки не дают. Вот этот раз пенсию принесли. Я говорю, дайте хоть посмотреть пятерку. Я говорю, я забылся, какая пятерка. Вот что. Потому что я порадилась, слыхала, что деньги... Баба, вот тебе пятерка, подари ее Яне. Стоп, чтоб ей было радостно, что эта пятерка от тебя. Подари Яне пятерку. Вот это хорошо. Это пять рублей, да. Вот, подари Яне. Ну, хорошо. Это старинная пятерка была раньше. Когда еще у меня Света была маленькая, была такая же пятерка с белым хвостом. Баба, это теперешние деньги. Это сейчас денежка, которая сейчас... Ну, я же знала. Это новая валюта. Ну, как, типа... Ну, новая денежка. Так что подари ее Яне. Вот, а там, что я на смерть приготовила, там четыре или шесть пятерок, но они меньше этого. Они уже пропали. Они не пропали. Там твоих шесть пятерок лежит у том конвертике, что там было подписано для тех, кто будет закапывать. Было такое? Помнишь, ты, у тебя был конвертик подписанный для тех, кто будет закапывать? И ты четыре пятерки туда положила. Помнишь? Да, да. Вспомнила? Вспомнила. Ирочка, ну, возьми вот эту, хоть не сейчас. Возьми, возьми. Возьми, Ирочка, возьми. Возьми, моя-мая деточка. Ей же радостно. Вот она тебе дала денежку, ей радостно. Я говорю, что я, когда подходят эти вот день рождения, я просто из себя ухожу. Думаю, праздравляла, каждый год всем праздравляла. Как начну откладывать, это столько-столько тому-тому. Никому не обходило. Говорит, баба виновата. Баба виновата, что я государству деньги отдала. Ну, тогда деньги поменялись. Это Горбачев тогда был? Горбачев. Не давал снять деньги. Мы вроде с Петром ходили, как говорится, деньги. А нам сказали, только 200 рублей на руки, чтобы купить, как мой Петро говорил. Костюм надо купить за эти 200 рублей. Вот что. Да, баба, тогда все Горбачева накормили. Да, тогда все до единого люди плакали, страдали. Кто только продавал хату, например, а тут на тебе проснулся, деньги поменяли. А ты помнишь, как дробили счет, говорили, надо дробить счет Горбачевский, чтобы на каждое дробление были проценты, помнишь? Да. Дробили счет на части. И я же говорю, что деньги эти пошли к государству. А теперь государство понемножку добавляет. Вот это самое. Вот к Новому году добавили сколько-то процентов? Пять? Да, пять процентов добавили. Вот что. А теперь я слыхала, хочет Лукашенко, надо добавить, чтобы рубль превратился в два рубля. Рубль превратился в два рубля, значит, он хочет, чтобы он превратился, значит, наверное, процентов в три добавить еще. Деньги поменяются. Бабушка Полина, ну ты довольна? Ты Яне дала рублик. Довольна. Вот, все, Яночка с твоих рук получила денежку. Ну, Яночке сейчас уже идти, наверное, надо. Пусть она уже идет, хорошо? Она ж приехала только на три дня по своим делам. По своим делам? Конечно, у нее дела. Она приехала только по своим делам, и она у меня остановилась. Ну, какая девча она остановилась? В вокзале. Ну, добрая моя, спасибо, что пришла. Подожди за руку, баба. Проверила. Скажи, баба, дай руку. Да. Спасибо, моя доченька, внучечка. Ты будешь внучка. Правнучка, она тебе правнучка. Не правнучка. Она тебе правнучка. Внучка Наташа. А она тебе правнучка. Да, Наташа, ей это самое. Она правнучка. Правнучка-то мне. Это ж Наташа внучечка? Да. Ну, вот. Ну, все, бабушка, пусть уже Яночка бежит. Ей тоже. Денечка, когда будешь у Гомеля по своим делам приезжать, заходи, хоть я буду глядеть, сколько я еще проживу. Ну, я, может быть, еще тебя уберу. Хорошо. И еще пятерочку дашь? Да, еще дам пятерочку. Вот. Хорошо. Спасибо за денежку. Ну, здоровечка моя милая. Ну-ка, встань. Встань, баба Рост хочет посмотреть. Вон, какая высокая. Ну, худее не надо. Ты посмотри на меня. Она выше меня. Да. Выше меня? На золую голову. На золую голову. Ну. Ну, все. Ну, пускай уже Яночка идет. Хорошо? Хорошо. Яночка, да. Да, все. Мы с Яной купили тебе мороженое. На. И вот бутылочка газированной водички без красителя. Сейчас я тебе постелю, давай. Подниму, и ты скушаешь мороженое. Сделаешь такой перекусон легкий. Хорошо? Да. Ого. Сейчас. Это мы с Яной зашли в магазин и тебе купили. Высокая девочка. Высокая, да. Давай. Да хлопцы теперь малые. Хлопцы теперь малые, пузатые, жопастые. Жопы разрастили на пиве. Идет хлопец, а у него ляжки, как у меня. Да. Здоровый. И с рака, как у бабы. Вот это сейчас такие хлопцы ходят. Сейчас худощавых хлопцев нету. Кушай мороженое, баба. Баба Полина. Сейчас скажут, чего вы свою маму бабой называете. Это ласковое слово, баба. Правда? Да. Белорусское ласковое слово. Правда? Вот так. Скажи, называете мне, как хотите, только вкуснятина приносите. Правда? Нет, шутка много нельзя. Да ладно. Ой, баба, мне жарко. Форточку открывай. Да, открыт и форточки. Открыт коридор на стерж. Понимаешь, как? Оно пасмурно. И оно вот так вот томит. Давит вот небо. Вот оно без солнца сегодня. И такое вот серое небо. И дождик, он чуть-чуть моросит. Что-то даже вот мы шли от дома до твоего дома. Мы даже не намокли. Но он капает. Вот асфальт мокрый. Оно вот давит. И тебя гонит потом. Влажность большая и теплое. Оно вот потом гонит. Вот весь липкий, как дурак. Ой. Ну ты, наверное, обиделась, что я надолго ушла. Нет? Да разве это долго? Ну я ушла в десять, а пришли мы с Яной вот. Я ж тебе сказала, можешь до обеда. Но она приехала на три дня. И поэтому я вот так вот буду тебе на два часика оставлять. А сейчас я с тобой буду до конца. Пока не придет Лена. Вот до трех часов. Да. Так что ты не обижайся уже. Мне же надо и Яне внимания уделить. Хоть она приехала по своим вопросам сюда. Белое мороженое. Видишь, не шоколадное. А я дома купила Яне мороженое. Каприз называется. Она ест и говорит. А я такое люблю шоколадное. А я там на шоколадное посмотрела. Думаю. Ай, возьму я беленькое. Сливочное. Я вот любое мороженое люблю. Оно холодное, значит мороженое. Ну ешь, ешь. Абрикоски вот ты не съела. Вот абрикоски. Осталось пять штучек. Посмотри. По штучке съем. Вот ты утром кушала клубничку, а сейчас ты скушала абрикоски. Что вкуснее? Абрикоса слажен, а клубничка попадается какая-то сладкая, а другой нет. Ну вот люди говорят, что я тебя плохо кормлю. Люди не знают, что я ем. Говорят, баба получает такую пенсию, а ее скудно кормят. Ну, конечно, если бы я была бы, как говорится, ходячая, с аппетитом, что-то, я бы могла бы, например, борщ укусить колбаски. И как дома ела. Уприкуску, да? Уприкуску. А так зубов нету. Так я, как говорится, не ем. Но много блюд просто отошли, правда? Из-за того, что ты жевать не можешь, правильно? Ты знаешь чего? Ну. Я насмотрелася у кино, как делаю колбасу. Это самое. И вот, как вспомнил, меня рвать тянет. Пришел кот с улицы. Они схватили этого кота и понесли. На расстрел кота понесли. Так, все, давай, ты ешь мороженое, а про котов мы не будем рассуждать. Так, ладно, сиди, кушай. Субтитры сделал DimaTorzok